И снова здравствуйте, всем привет! Итак, продолжаю, значит, заготавливать анимации для будущей сцены, для компоновки. И, значит, вот одна сцена, это где Мастерсон подходит, значит, к двери дома. И, значит, смотрим, что тут у него будет происходить. Вот он подходит, смотрит, открывает до конца дверь, бац, и смотрит в бок. Всё, там у него уже, здесь должны быть ноги Мастерса, фу, это, Мортона. Вот здесь вот должны ноги Мортона быть. Так, надо ещё эту пол продлить, исправить косяк, который не был виден раньше. И здесь будет лежать Мортон. Это вот одна сцена. Давайте посмотрим ещё одну сцену. Так, следующая сцена, значит, Мастерсон смотрит, значит, следы бандитов, да? Так, здесь вот я ещё посижу, вот есть у него вот эти вот сбои. Значит, это всё подправится. Так, и смотрим, раз, вот он садится и водит рукой, значит, по земле. Смотрит следы, держит лошадь. Вот надо почаще прописать вот эти вот, значит, руки. Так-то, видите, в руке этот узда. Ну, чуть-чуть надо, наверное, подправить. Не столь важно, конечно, тут он вроде держит, вот дёрганье вроде бы нормальные руки. И потом, значит, он встаёт, хоп, тут у него речь, мол, эй, там старик, ты тут-то, там ещё чего-то. Так, ещё нужно подготовить главного героя, который будет, значит, где-то на заднем плане стоять. У него просто будет вытащен ствол в руке держать. И держать тоже коня. Ну, где-то вот такая штука. Всё по-простому. Ну, значит, что у нас со скоростью фпс-а? Ну, вроде бы всё нормально, скорость нормальная, всё, он держит коня. Единственное, что если есть какие-то вот косяки, где-то что-то тут проскакивает, я акцент делать на лошади не буду. Возможно, будет, ну, какой-нибудь, давайте посмотрим, вот такой ракурс, да? Вот. Где-то вот такой ракурс, лошадь, в принципе, есть. И, значит, где он встаёт, тут уже камера его, значит, поднимет. Ну, раз такой камера выйдет, значит, на крупный план. Возможно, где-то вот на такой план лошадь, чтобы дюжить не показывать. Ну, в принципе, рука подправится, тут всё будет хорошо. Можно боком вот так, можно вот таким вот боком, да, поставить камеру, и он, мол, говорит там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, всё, мол, выходи, нету никого. Сдалека, если вот сдалека показывать, ну, вот таким вот образом, тоже будет прикольно. Дальний план, он садится, смотрит, значит, следы. Так, понимает, что здесь что-то произошло и так далее. Ну, уже нормально и лошадь смоется, вот если боком перекрыть вот эту лямку, где он держит. В принципе, неплохо получается. Так, давайте подготовим главного героя. Там ещё, значит, мастерсону тоже ствол нужно вставить. Я вот добавил тут кобуру, добавил ему ремень. Всё-таки едут на важное задание. Убрал ему попону, вот эту верхнюю. Она, ну, как бы мешает делать нормальные анимации. Вот добавил ему вот этот, как его называют, воротничок, вот этот галстук. Ну, и, в принципе, один пистолет, тут подсумок. Ну, в принципе, нормальный, крутой будет пацан потом со временем. Потом ещё нужно ему одежду поменять, чтобы он, ну, нормальным шерифом в конце стал. Ну, до этого дела ещё нужно дойти. Так, этот гражданин просто стоит. Я сейчас закину с Миксама, значит, файл, импорт, анимацию какую-нибудь, чтобы сэкономить время на каких-то деталях, потому что полностью всё прорабатывать, это очень, как говорится, вот он достаёт ствол. Сейчас я это всё дело переделаю при вас, да? Кому интересно, как Миксамовский использовать, я, конечно, уже это дело показывал. Ну, вдруг что-то будет в этом плане лучше. Так, открываем аддон Миксама, который переработает нам вот этот аддон Рик, значит, тот момент, который нам поможет, значит, управлять нашим персонажем. Так, N-панель. И что делаем? Этот персонаж у нас вот так вот выглядел с попоной, без ремня толком, без кобуры, это он ехал на осле. Так, шляпа, видите, у него другая, здесь у него уже шляпа другая, ну, переоделся пацан, всё нормально, как бы. Когда мы выбираем нашего героя, который уже упакован со всеми причиндалами, через Shift, левая кнопка мыши выбираем этого персонажа, делаем Ctrl-L, сочетание клавиш и Link Animation Date. Так, всё, этот персонаж нам теперь, как говорится, не пригодится, мы его удаляем. Так, здесь у нас получается персонаж вот такой. Что мы делаем? Мы убираем, значит, нашего персонажа и сохраняем этот файл сразу, чтобы потом не сбиться, да? Save As, это значит, главный герой у Мортона. Так, всё, есть, теперь точно не собьётся, можно сохранять, не боясь, что запишется другой файл какой-то. Значит, что? Заходим в PostMod. Ну, и опять же, End, Screencast Key, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Так, почти, значит, сцена соберётся скоро уже. Вот, и получается, что, смотрите, база уже есть, Mixama вообще очень экономит время, значит, на полных анимациях. Что нужно сделать? Нам нужна вот эта рука. Здесь мало, значит, анимаций. Сейчас всё это дело увеличим, продлим. И вот этой руке, вот этой руке удаляем все анимации. Так, переключаемся на первый кадр. Ну, и что? Пишем, значит, G, что он будет также держать, значит, лошадь. R, R, G. Так, и надо, наверное, тройка на нампаде. Я это дело сейчас пока перекручу. Так, что он там за собой тянет? Вот, видите, тянет он. Нехорошее вот это дело. Почему-то в последнее время у Mixama что-то зацепляет вот эти вот штуки. Сейчас мы это всё подправим. Не суть вопроса. Прописывается, наверное, просто, ну как, это пышные, да? Здесь-то кости вставлены, а это рука низко, наверное, была, и поэтому она зацепила именно веса вот этого подсумка. Не суть вопроса. Не страшное дело. Так, где у неё палец? Перекручиваем всё это дело. Бэнс. Выравниваем. И, значит, что он делает? Он держит коня. Раз он держит коня, мы выбираем все вот эти косточки первые, да? Так, это значит R. Потом выбираем вот эти кости. Так, кто тут? Хаотично они как-то расставились. Не есть гуд. Что-то Миксама стал нехорошо вставлять кости. Хотя персонажи те же самые, и я заметил, что на каких-то персонажах он вставляет без проблем, а на каких-то, получается, у него какие-то загоны. Так, раз. Так, и вот эти не люблю я диски, вот эти. Я на руках, кто смотрел. Так. Стараюсь оставлять именно кости, чтобы видеть каждую косточку, если свой рик. Так, так, все, это дело сделано. Теперь вот этот палец мы его, оп, и сюда поддаем. Так, мизинец. Ну, он не аристократ, чтобы так его держат, да? Давайте R. И видите, что у мизинца он как бы не очень хорошо вставляет косточки. Косточки. Так, и пропишем, выберем вот это все дело. Отключим кость-управляшку куб и пропишем И. Вот этим пальцем. Так, теперь, значит, на других кадрах мы пальцы удаляем. Ну, они нам, в принципе, как говорится, за ненадобностью, да? И теперь все, значит, под коня, под узду мы это дело все сделали. Так, G. И сейчас уже надо коня закидывать и сразу, чтобы не тратить время, писать уже с конем. И вот еще какой казус. Вы видите, что во многих анимациях вот этот локоть, видите, он должен быть вот тут. Вот. Вот у персонажа. И он постоянно то сюда съезжает, то сюда вот так вот бывает. Вот внимательно за ним смотрите, если будете что-то там переделывать, да? Так, теперь, что у нас еще есть? Семерка на нампаде. У нас есть ключица. Но. Так, ключица это хорошо, но я хочу переделать тазовую кость. Вот, выбираю тазовую кость и R. Сделаю доводку в сторону руки. Вот, теперь, значит, A и первый кадр есть. Удаляю, значит, полностью таз. Таз я сам пропишу. Так, потом, что тут получается? Проверяем, что да где. Так, ключицу я тоже буду прописывать сам. Так, смотрим, чтобы не осталось тут два кадра, потому что будет потом скачок. Так, ну и в принципе, что? Вот эта база у нас есть. Так, теперь. Можно, конечно, настроить вот на этого. Так. Давайте, A и еще раз пропишем. Так, и зайдем в Object Mode. И вот есть у нас вот этот ремень. И чтобы не настраивать, не искать кость, которая тянет, допустим, тут не красить. Я вот это тоже не очень люблю. Ну как, делать где-то бляху. Вот можно там, чтобы бляха у мастерсона там не ломалась. Вот можно ее от тазовой кости подкрасить на цвет, чтобы, ну, влияния не было, допустим, на сгиб, да? И так далее. Но это уже другая тема. Я всегда вот эти штуки устраняю по Беррикому. Захожу в Edit Mode. Вот у меня есть ремень. И я просто сейчас сделаю каким финтом. Это, значит, кости выбираю. Захожу в Edit Mode. Делаю, значит, вытаскиваю косточку E с головы. Alt-P Clear Parent. Делаю R. Вот так. Единица на нампаде. G. Так. И получается, что, значит, S можно и уменьшить. G. Вот сюда вот подставить на этот подсумок. Вот так. И привязать ее к тазовой кости. Ctrl-P. Keep... Так. Keep Offset. Заходим в Object Mode. И перевязываем, значит, нашу сумку на вот эти кости. Ctrl-P. White. Автоматик. Виджет. Все. Вы видите, что веса на подсумок назначились. Подсумок G. Так, а ну-ка. Это уже не здесь. В POS Mode. А ну-ка. G. Можно увести. Ну, вот тут, значит, потянулась другая часть, да. Там еще вот что-то там неинтересное. А ну-ка. И, получается, проверяем. Если я сейчас буду водить рукой. Видите, теперь у меня, значит, ремень тут вводится. Заходим. Опять же, в Edit Mode. Выберем, значит, E. Вытащим отсюда. И Alt-P. Clear Pair. G. Добавим. Все равно, если нужно будет, значит, ремнем управлять, то, в принципе, нам эта косточка пригодится. Так вот. Раз. И можно ее даже побольше, чтобы уже точно тут эта кость ничего не тянула. И эту косточку, вот эту косточку, можем привязать уже к подсунку. Или также к тазовой кости. Ctrl-P. Keep Offset. Object Mode. Выбираем, опять же, ремень. И надо все это дело Ctrl-P обязательно перевязать. Так. Ну, вроде бы, я думаю, уже ничего не должно вылезти. Веса настроились. Вроде бы, должно все быть шикардос. Теперь в Post Mode. И смотрим. Так. Если мы вводим руку. В принципе, ничего такого она сильно. А ну-ка. Все. Она больше сильно ничего не тягает. Пойдет. Так. И что получается? Значит, так. Теперь вот эта рука тянет сумку, да? Вот дают вот эти. Никогда такого не было. Вот дают. Ну, дают вот эти микс самые. Ну, давайте и сюда что-нибудь назначим. Или давайте, ладно, покажу, как это дело, значит, ликвидируется, да? Так. Значит. Ставим на эту штуку. Выбираем кости. И выбираем подсумок. Заходим в рисование веса. Так. Что у нас? Выбираем у нас вот эту кость. Что-то она ничего не показывает. А может, не это тянет. Может, какой-то палец привязался. Вот я вот поэтому не люблю вот эти вот штукенции, да? Это так. И черт ее знает, да? Ну, закрасим красным цветом. Чтобы на кисть руки она полностью не влияла. Почему на сумку не назначилась автоматически? Я вот это, видите, ее нету весов на сумке. Почему так? Так. Бум. Вот она, походу, от нее это все, да? Так, а ну-ка. Так, уже и забыл, какая синий цвет красит. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. И вот эти вот, как говорится, гадости, да? Вот она теперь торчит. Вот. Раз убралась. Так, смотрим теперь в Object Mode. Заходим теперь в Post Mode. И пробуем теперь G. Вот все равно так какая-то кость еще ее тянет. Заходим опять же. Выбираем кости. Выбираем опять же эту сумку. Долгая песня. Вот я ее поэтому и не люблю. Так, вот это локоть. Назначим. Так, отключим. Вот, а ну-ка. Чтобы, значит, она не влияла вот на эту всю, на лямку. Так, а ну-ка. Что ж тут за кость такая тянет ее? Так, очень непонятная штукенция. Так, а если синим покрасить, а ну-ка. И вот такой вот гемор выходит. Черт, какая она тут кость. Так, вот такой вот миксомода. Так, и смотрим. Тянуть она по любасу будет. Так, это значит, только RIG выбираем. Находим Post Mode. Вот, вот видите, сумку она по любасу, по любасу тянет. Возможно, это кость на какой-нибудь вот этой вот части, да? На какой-то, значит, лейерсе вот этом. Но мне это искать ее тоже неохота. Значит, я зайду просто в Edit Mode. Так, теперь выберу какую-нибудь локтевую. Пусть, Костя, а ну-ка, E. Alt, P, Clear Parent. И, значит, G. Подставлю под сумку. И закончатся вот эти геморные, такие, значит, задачи. Так, раз. И вот пониже. И привяжем, значит, ее, опять же, к тазовой кости. Ctrl, P, Keep Offset. Заходим в Object Mode. Перевязываем, опять же, наш вот эту сумку на кости. Ctrl, P, White, Automatic, Widget. Теперь выбираем наш RIG, Post Mode. Заходим, а ну-ка, G. И, видите, проблема решена. Вот я в основном так где-то и делаю. Потому что RIG'и разные. Когда мой RIG, таких проблем не бывает. Ну, вот этот AkuRig, потом еще там RIG'и, которые я показывал, что там, да как с ними, да. Вот с ними бывает такая вот заморочка. Ну, где-то что-то там руки близко, допустим. Вот видите, округляет. Вот здесь как-то вот ломка пошла. Почему? Потому что вот этот гаденыш, вот он, его тоже нужно удалить. Так. И, значит, G перекрутить локоть вот в таком положении. И заодно, чтобы нормально все было, значит, раз, и поднять ключицу. Ну, вроде бы уже рука обозначилась. А, и прописка. Так. Смотрим. Так. Вот этот нулевой G на первый переведем. И от этого будем прессать. Так. Что нам нужно? Нам нужен конь. Нам нужен конь. Так. А конь у нас Nustang. Так. Файл это, значит, сейв пока. И файл открываем open. Надеюсь, он тут еще остался. А ну-ка. Так. Mustang.net. И вот опять придется лезть, значит, в эти папки. А папок, как говорится, очень-очень стало много. Находим коня и клэмэнэ. Вот клэмэнэ. Новый конь. Mustang у этого гражданина был. И, значит, Mustang-берг, Mustang-походка, Mustang-на-поводу, Mustang-для-посадки и Mustang-салуни, да? Так. Ну, давайте для посадки. Откроем. Посмотрим сейчас, что тут у нас для посадки у него. Так. Что он тут делает? Всё. Нормально. Значит, файл, опять же, будем использовать Mustang-а. И каким образом open находим, значит, герой запада у Мортона. Так. Заходим в object mode. Заходим в файл link. Находим Mustang. И Mustang, значит, для посадки. Коллекция, коллекция. Вот у меня этот персонаж очень большой. Поэтому нужно этого коня увеличивать так. Так, так, так. И подведём, чтобы к поводу. И как бы было хорошо, если бы всё это дело по Берикому, значит, хорошо прописалось. Без загонов, да? Выбираем нашего персонажа. Заходим в постмод. Выбираем его руку. Отключаем всю эту штукенцию. Так, пятый кадр. Так. Сразу давайте R перекрутим. И в принципе, знаете, у него прям неплохо она попала. И прописываем. Так. На десятом кадре. Давайте G. И прописываем. Так. Дальше у нас пятнадцатый кадр. Здесь уже нужно кисть перекрутить. G подвести, значит, кисти руки. Ну и смотрим, чтобы это всё попадало. Так. И вот у нас получается, раз он держит, да? Так. Здесь вот этот кадр, тогда первой кисти делит и прописываем. Я его забыл переписать. Так. И, значит, двадцатый кадр. Здесь уже можно чуть-чуть его крутануть G. Так. Смотрим, чтобы попасть. Так. И. Двадцать пятый кадр. R. Опускаем G. Так. Конь, видите, дальше уходит. И получается, рука очень сильно натягивается. Это не есть G. Ну как, в смысле мы это дело прописываем. И, значит, или ключицу дёргаем, или, значит, вот этого персонажа нагинаем чуть-чуть в эту сторону, где у нас, значит, конь. Ну, чтобы рука мал-мал-мал расслабилась. Прописываем тоже. Так. Опять же, выбираем кисть руки, единица на нампаде. Так. Тут у нас тридцатый кадр. Отключаем всю эту штуку. И видите, что тут. Так. Вот это ещё надо выстрелом удалить. Так. Так. Угу. Здесь вот уже, ай-яй-яй, какой натяг. И тут уже нам поможет только тазовая кость. G и R. Чуть-чуть доведём. Ну, он его вроде бы как дёрнул, да? Так. А ну-ка. R. Прописка. Так. А таз я не прописал. Вот это косяк, да? Так. Выбираем-то от таз. Выбираем кисть руки. Давайте немножко можно ещё докрутить его. Ну, коня всё-таки его дёрнул, да? Так. А ну-ка. Прописываем. И. Пацан ещё, как говорится, неопытный. Так. G. И. Стазом прописываем. Тут потом можно и ремень этот прописать. Так. И тут теперь раз так. Так. И здесь мне уже не нравится. Это уже, а ну-ка, дальше если смотреть. Надо его поближе к коня подвинуть. Обжиг мод. И значит, коня, наверное, ну, чуть-чуть поближе. Так. Тогда выбираем, опять же, кости нашего персонажа. Заходим в постмод. Смотрим. Так. И тогда вот эти кадры, я их удалю. Так, смоем. А. Ой-ой-ой. Так. Не хочу я позвоночник удалять. Руки. Вот это вот всё. Удалю. Три кадра. Так. А ну-ка. И по новой, да. Бывает, бывает такая гадость, что... И прописка. Тут тогда тоже пойдёт сбой. Так. Это R. Нужно докрутить. Просто ну, кисть тоже должна на излом сильно не идти. Ну, два кадра удалим. Я думаю, первую, один подправим. И сэкономим время. Так. Раз. Ну, и тут тоже G. Так. Вот теперь опять старое по-новому, да. А ну-ка, G. И вот опять же. А ну-ка, R. Чё он там достал? Да. Кормы. Ну, и обыграем ещё. Давайте ключицу опустим. Бац. Так. Чё там? А, И. Почему А, И? Потому что задействовано больше, значит, костей. И чтобы не выбирать какие-то тут кости, прописать все, значит. А потом, когда мы работаем с другими кадрами, то тогда здесь уже видим, что этих кадров нет. Так, находим верхнюю точку. Угу. И теперь на верхней точке руку поднимаем. Перекручиваем. Подгоняем под нашего персонажа. Так. И здесь, наверное, R. И он бы как трепыхнулся. Ну, пускай рука тоже меняет положение, чтобы не за одну точку держать. Лямки, да. Так. И. Так, здесь что он делает? R. Ай-яй-яй. И тут опять же у него. Подгонка, да? А ну-ка, G. Так, здесь вот смотрим, что у него. Ну, здесь анимация, в принципе, небольшая. Видите, он тут достает пинштолет. Давайте, значит, запишем ему пинштолет. Как его выбрать? Выбираем ствол. А ну-ка, смотрим. Это точно ствол? Да. И, значит, конечную точку выбираем. Вот она, да? И, значит, R. G. Перекручиваем ствол бан. И, значит, ему сюда подставляем. А ну-ка, R. G. Описываем, значит, стволу I. И вот нужно теперь пальцы вот эти все подсажать. Получается R. Выбираем вот эти пальцы. Так, семерка на нампаде. Делаем R. Тут немножко, видите, они разошлись. Их нужно тоже подогнать. Посмотреть, что тут да как. Так, чтобы на курок палец попал. Ну, в принципе, что? Прописываем A и прописка. Выбираем, значит, нашу кисть руки. Удаляем. Отключаем, значит, ствол. Отключаем управляшку, значит, кисти руки. И вот эти кадры. Так, что тут? Ну, эти кадры нам не понадобятся. Так, это кадр остается. Так, теперь нужно, где он достает ствол. Там кисть у него, вот, значит, раз. И вот эти кадры я тоже удалю. Здесь будет переписка. Так, переписка какая? Значит, R. Так, прям вот эту руку и надо... Так, за исключением, подождите. Значит, где у нас ствол? Вот он. Это 59 кадр. До 59 кадра я все удаляю. Так, вот это все делит. И теперь, что нужно сделать? Нужно выбрать вот эту штуку. Так, здесь он раз. И такой, знаете, как бы, он бы его, как бы, должен подцепить. Вот, переписываю руку. Прописываю и. Раз, и он такой, так, ствол. Ствол должен находиться здесь, в кобуре. А так, как он прописан только двумя кадрами, то он вылазит. На первом кадре берем Shift D первый кадр. И, значит, ствол подставляем на 30. Все. Теперь он на месте. Так, даже не на 30, а GGGG. Так, а ну-ка, смотрим, где он уже руку подведет. Так, и теперь вот только прописываем под эту руку, под это движение, чтобы не было трепыхания, дерганий. Вот этот ствол. Так, здесь хорошо бы отключить, значит, вот эту видимость костей, потому что очень мешает, отвлекает. Так, и, значит, здесь, видите, пальцами он как бы еще не взялся, да, а прописываем И. Все, здесь он вытягивает его. Так, здесь, значит, можно сделать еще какую штуку? R, G, ага, R, R, G. И кисть руки тоже, вот выбираем ствол, кисть руки, без привязки, вот так вот будет это все дело работать. Так, на 40 кадре, он же его должен еще как бы вытащить, правильно? Значит, давайте вот этот G кадр подставим сюда. И на этом кадре, на 41 выберем, значит, их, ну, руку и пистоль. И, значит, рука, 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 должна R, должна вот так вот хлоп, как бы пистолет за собой потянуть. Вот это дело и пропишем. Так, и тогда вот этот кадр не есть good, мы его перепишем. Сделаем R, так, пардоньте, control Z. Выберем ствол, выберем руку и, значит, R. Здесь он ее уже как бы берет. Смотрим, что у него с рукой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, это кто у нас тут такой? Так, ключицу приподнимаем. Так, так, так. Так, R, ох ты, да что ж, я не те кости цепляю. Выбираем. И, значит, единица нам поди, чтобы рука так не западала, он бы, он как бы вот так вытягивает в бок. Так. И тогда, раз он вытягивает, то тогда пускай ключицу тоже назад отведет. Вот так вот. А, и прописка. Так, и что тут пошел в залом? Значит, выбираем ствол, выбираем кисть руки. Удаляем этот кадр. Вот есть немножко скольжения, да, что не есть, конечно, гуд. Так, а ну-ка, раз, два. Ниджи. Подставляем. Так, R. Так, прописываем. И тогда понадобятся нам пальцы. Так, вот здесь уже будет на каком-нибудь кадре, чтобы удобно было. Вот, на этом выберем. Так, выбираем вот эти все штуки. Отключаем то, что зацепился. Вот такая штука. И где у нас прописаны согнутые пальцы? Вот вопрос. Так, одежь они. Вот ствол сам тут вылазит. Вот я упорол косяк. Где-то я зацепил и удалил, значит, кадры, где пальцы со мной. Ну вот, бывает такое, ничего, не вопрос. Может, еще и лучше, как нравится, получится, да. Так, теперь вот эти пальцы. Так, R. Опа-на. Ну и вот эти у нас остаются пальцы. Так, а где же я успел? Значит, так все это дело удалить неинтересно. Так. Теперь R чуть-чуть их наклоняем. Этот палец R. Так, а ну-ка, не этот. Вот этот палец сюда. Мизинец тогда. Поближе к этому пальцу. Так, а этот палец у нас будет стрелять. Вот он. Его тоже подгадываем. Ну и что тут? Ну да, мелковато. Так, тогда вот этот палец еще побольше заворок. В принципе, я не знаю. Если его потом увеличить, ствол, то тогда не надо будет сильно так заворачивать. И вот он, бешеный мизинец, который постоянно где-то там, где-то, как говорится, потом я загнул. Ну, вот так как-то. Ух ты. Бамс. Ну, в принципе, не так все страшно, не так все прогрессивно. Так, прописываем. И тогда предыдущий делит. И смотрим, где здесь, на каком кадре будет улетать, значит, пистоль. Так, выбираем пистолет. Чего-то я не пойму, что он тут конючит, да? Так. Так. И опустим пистолетом в кабру. Ну, в принципе, чего-то он держится. Нормально. Так. А вот здесь уже не весь год. Почему? Так. Так. Эти два кадра делить надо удалить. Не пойму, что тебя толкнуло. И удаляем, если какой-то кадр потерялся. Так. А это что такое? А ну-ка, джи. Да, когда кисти руки привязываешь его, ну, вот, оружие, оно лучше, конечно. Но мне нужно именно, чтобы он как бы доставал потом его. Так. И получается тогда раз, так. Так. Не суть вопроса. Так, смотрим, ну, как он должен же защищать Мастерсона, правильно? Тогда выбираем, значит, кисть руки, кисть 100 лет. И, значит, здесь вот как-то два кадра. А ну-ка, два кадра нам не надо. Так, смотрим, чтобы какой-то кадр. Вот этот Delete. Так, Control Z. Не понял. Так, почему у вас двое? Так, вот этот, значит, Delete. А ну-ка. О, нет. Control Z. Да, непонятки какие-то выкрутасы. Так, ладно. О, ствол начинает тут конючить. Так, а почему начинает конючить? Потому что я не прописываю, как положено, значит, кисть и пистолет. Вот так вот. Во. Тогда и тут нужно их прописать вместе. Так, а это что тогда? Control Z. Так, а если эту кадру удалить? Да, тогда G. И прописываем вместе с рукой. Потому что, ну, они вместе, значит, на одном уровне должна у них прописка быть. Так, пляска будет, но я ее потом ликвидирую. Так, мне главное, чтобы рука была прописана правильно. Видите, она тут уже, шиздец, как начала ломаться. Так, а ну-ка. Потому что вот эти локти. Эти локти. Че, как это так может быть, а? Вот так еще может быть, да? А, и прописка. А ну-ка, выбираем ствол, пистоль. И, значит, теперь G. Делаем R перекрутку. А, и прописка. И по новой, что тут еще? Так, он вводит А, и прописка, чтобы все кости участвовали. Так, ну, а там потом будет слифоваться все. Так, ну, в принципе, нормально. Так, конь стоит, земля трясется. Так, 7, значит, удаляем вот этим костям анимацию. Так, значит, R доводка. Прописываем И. Так, и вот бошка. А ну-ка, 7 на нампаде. Мне нужна бошка. У него должны быть какие-то соображения, эмоции, да? Так, давайте бошку тоже удалим частично. Так, даже вот с 30-го кадра длит. Семерка на нампаде. Делаем R. Пописываем И. И уводим этот кадр. А ну-ка, подгадываем. Ну, давайте 40-го. Это 2 секунды. И вот, а раз. Видите, вот на этом кадре идет ломка. Ломка руки, плеча. Значит, проверяем, что тут не так. Удаляем вот эти все кадры. Черт твои бабушки. И у нас получается вот такой хрень. Не есть good. Не есть хорошо, да? А ну-ка. Получается, нам нужно удалить ключицу. Так, и ключицу по-новой переписать. Так. Так, ну-ка, это уже хрень, прям хренью, да? Так, а ну-ка, локоть. Во. А, и прописка. Во. Ну, вот так еще поверю. Как, вот так еще можно поверить, что, мол. Так, и вот, когда он достает ствол, да? У него должна вот эта кабура чуть-чуть тоже. Ну, как бы. Ай-яй-яй. Пистолет к кабуре привязан. Так, а ну-ка. Ну, ладно, то они будем это дело делать. А ну-ка, дэлит. Так, и обратку можно сделать ему, видите? Достал, положил. Это значит, на будущее будет еще прикольная анимация. Пригодится. А ну-ка, R. Так. Тазовая кость. То есть, выбираем вот это все дело, R. Доводим вперед, уводим сюда. Прописываем И. И удаляем тазовую кость после вот этих анимаций и до этих анимаций. Потому что она уже изменилась. Так, ну, в принципе, что, нормально он все дело достает. Тут другой вопрос, значит, насколько анимация его должна быть долгой. Так, здесь он по ремешку, ну, как бы. Блин, хоть коня поворачивай. Ну, что за фигня. Давайте еще попробуем. А ну-ка, джи. И чуть-чуть его подсадить, да? А, и прописка. Ну-ка, что мы достали? Так. Вообще не видно в этих костях. А ну-ка, так. Ой-ой-ой, как он не достает, да? Не вопрос. Даже, наверное, вот так лучше. Пусть он к нему наклонится. А здесь голова чуть подкорректируется. А, и прописка. И что тут получается? Так, теперь тут надо опять пистоль подгадывать. Здесь он вылазит. Он не должен вылазить. Вот. А должен быть замертво. Делаем это HFD. И подгадываем, где он должен быть. Так, потому что потянулся персонаж, значит, таз. И получается, что сдвинулась анимация, да? Да. Так, проверяем теперь, что у нас тут не так. Так, и вот эту кисть, значит, она должна здесь оказаться. Так, смотрим. Так, ну и отрязку потом уберу. Все это будет нормально. Так, ну, в принципе, смотрится персонаж. В принципе, тем. Теперь нужно полностью коня поймать. Слишком он голову вниз наклоняет. И 70. Значит, насколько это растянуть, укоротить. Давайте пока руку поймаем. Так, ну, как раз. Так. Продолжение следует... 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 нормально понятно что понятно как но непонятно где зачем так ладно с этим делом вроде бы более менее можно еще стременно заставить там по перекрутить по переделать д мы потому вот этот конь еще участвует в других событиях поэтому возможно нужно сохранить еще одного коня ну не знаю или не строй не трогать стремена уже он будет как бы под посадку постоянно коня вот лучше меньше менять или создавать нового так ну сохранять как допустим конь для посадки конь для там поездки конь там еще для чего-то так здесь значит r и а ну-ка давайте еще так вот этот кадр какой-нибудь удалим и значит от этого плясанем так раз и р и прописка так ну вроде бы нормально но так надо чтобы он еще стволом чуть-чуть подвигал вот это с не есть год что он раз взял его и просто тупо держит а ну-ка как а ну как он трогает и прописка так и на каком кадре давайте на 90 а можно и на сотом это получается две секунды не спеша он свою кепи как бы об джи приподнимает раз он приподнимает свою кепи давайте кепи ему подкорректируем так раз джи а и прописка значит какой-то кадр дэлит так и значит сотого кадра до последнего выбираем руку выбираем пистоль выбираем кадр где он ствол держит внизу ну его копируем shift d давайте надо на 120 а и прописка так весь матч кадр стыковочный уходит и тут тоже что-нибудь просто крутанет пускай как раз чуть-чуть создадим движение а и так ну и тут еще по тазу да можно тазовую кость вот эту немножко подвигать так допустим он стоит куда идет конь конь идет а никуда конь стоит на раз давайте чуть-чуть так раз наклониться и тогда какие-то кадры можно удалить чтобы больше было пространство для движения сгибания сатания как так чуть-чуть его можно назад отправить ну и потом здесь чуть-чуть значит вперед так более мягко делаем суп расстояние между кадрами было нормальное более такое по секунде хотя бы чтобы он с мягкостью видел чуть-чуть он туда-сюда водится чтоб не сильно не резко ну и в принципе чё ставим у коня то больше тут анимации так вот 202 давайте поставлю сколько ему хватит ну сто семьдесят восемь так сто семьдесят восемь так что у нас тут с рукой давайте уже тогда допишем тут делов то осталось да так а ну ка как и здесь потом перед тем как будет рендер делаться желательно почаще по потом попрописать вначале анимацию когда вы делаете держите 5 10 15 20 допустим кадры случае если чего-то переделывать чтобы меньше было трогать кадров а так в принципе все нормально также можно где-то какие-то кадры позвоночнику убрать им в принципе видите тут на позвоночниках таковых кадров и нету можно еще чуть-чуть покрутить повертеть но единственно что-то закручится мне тоже она мне нафиг не нужно так и тогда получается уже здесь идет перекрутка здесь идет ломка и где ломка идет я удалю просто кадры смотрим что произошло так здесь нормально нормально так а здесь я их еще больше удалю и значит он стоит 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 поднимает перекручивается у него назад значит плечо в принципе нормально а и смотрим что с ключицей так это значит g где-то посередине поставим и ключицу еще немножко допропишем ну как ключица и в принципе у нее нет анимации да так смотрим что произошло ай-яй-яй-яй-яй-яй почему такой косян дры потому что здесь косян дры вот эти кадры тоже дурит так так вот этот кадр гонит когда здесь где он берет на промежутке идет подъем а ну-ка так а здесь значит р он припускается так почему не прописал нужную значит анимацию не понимаю так доводка значит еще больше ключицы да не ключицу он как бы не возвращает но что ты делаешь что-то с ключицей происходит да допишем сами вот уже нормально какой-то кадр выпрыгнул и не находится так ну значит вот такая информация все здесь теперь чуть-чуть шлифовки и значит можно уже добавлять как они уезжают из города и компоновать сцену там сцена небольшая в принципе приезжают смотрят видят ноги все и чисто ну как нужно придумать где он будет этот дом стоять им то ли в леску каком-нибудь ну там вроде степь пустыня каньоны там же пастбище у него как бы раньше значит какая-то зелень должна быть ну думаю поищу значит окружение какое-нибудь ну и потом будет монтаж и потом кому интересно уже посмотрите что получится все всем пока до свидания н з а и и